Микс Ньюс Продолжаем утро, у нас в гостях юрист Марина Кургалова, ведущая юрист компании Сквалио. Мы сегодня говорим о новой европейской приватности. Я напомню, вот на прошлой неделе, буквально 25 мая, вступили в силу те долгожданные поправки к закону. Ну, кто ждал, кто и не ждал, да, речь идет о всеобщем регулировании в ЕС защиты личных данных. Вот сейчас мы об этом поговорим. Вот, Марина, единственное, может быть, тогда на затравке есть, так можно сказать, первый вопрос, который хотелось бы уточнить. А вот как могло так произойти, я понимаю, что, наверное, это больше вопрос к политикам, но так, чтобы наши радиослушатели тоже понимали, что вот с 25-го числа вот эта регула действует, ну, закона соответствующего, правда, не только в Латвии, но и в ряде других стран Европейского Союза до сих пор нет. И в результате, получается, одной стороны нам говорят, ну, нам, имеется в виду, и физическим, и юридическим лицам, что вот вам уже нужно с 25-го числа строго эту регулу соблюдать. С другой стороны, несмотря на то, что есть общее европейское регулирование, мы живем в Латвии, соответствующих поправок в законе нет, нет никаких, я так понимаю, поправок на сей счет и в каком-нибудь кодексе административных правонарушений. Что происходит, вот на ваш взгляд, чуть-чуть обрисуйте нам эту ситуацию с 25-го числа. – Доброе утро. Ну, до этого работала директива, прекрасно справлялась с ими, пока на данный момент обязанности, пока не появилось огромное количество данных, с которыми просто директива уже не справляется. – Появился регламент, появился. Директива, да, и на директиве дается определенное время для внедрения в это национальные законы, есть крайний срок, который ты должен внедрить эти изменения, соответственно… – Какой он? Уже известен этот крайний срок, да? – Это директива. Регламент, в свою очередь, она имеет сразу влияние, абсолютно прямое влияние на любые законы, то есть она будет хирургически работать с первой, а потом только национальный закон. Соответственно, регламент, конечно, в связи с национальные законы надо как бы приводить в соответствие с регламентом. Как таковой срок, как и наш министр юстиции сообщил, что как таковой срок, определенный для введения внедрения, нету, но на данный момент, получается, как бы, ну, есть немного такой казус, когда работает наш закон по защите персональных данных, и немного там, конечно, не совпадают какие-то статьи, ну, не сказал бы, конечно, немного, не совпадают статьи с требованием регламента. – Ну, например, вы можете привести пример самых, ну, таких, отличий самых явных? – Ну, это надо идти по статьям «отличия явных». – Ну, где приходится постраиваться больше всего? – Ну, регламент просто накладывает больше всего, как бы, обязательств. Там, где теперь закон не покрывает какие-то определенные обязанности или права, будет покрывать регламент. – Ну, вот тогда объясните, может быть, мы чуть-чуть забегаем вперед, и так, чтобы было ясно, да, вот это в основном касается, наверное, юридических лиц, в общем, физических. – Вот констатировано, не знаю там, кем, но констатировано, по крайней мере, у нас есть вот центр по защите личных данных, да, вот констатировано, что фирма «Х» вот допустила нарушение вот этого регламента Европейского Союза, да. – Ну, начинается, как бы, вот спор, да, правовой, и на каком основании фирма будет наказывать? – Она скажет, извините, есть закон о персональных данных в Латвии. – Мы что-то там нарушили? – Они говорят, нет. Вот нет ли здесь правового вакуума? Я еще ни разу не видел, может быть, что это будет другое, что какую-то фирму суд наказал, если дело дойдет до суда, на основании регламента Европейского Союза, если латвийское законодательство оно не нарушило. – Здесь речь идет о регламенте, здесь уже речь не идет о национальном, как еще раз сказал, хирургически, получается, регламент стоит выше, соответственно, орган как таковой по защите данных у нас уже есть, и ответственность на нем, и его компетенция, она уже есть. Соответственно, этот орган тот, который отвечает за рассмотрение, за какие-то штрафы и за остальное. Соответственно, какие-то процессы, какие-то штрафы накладываются, рассмотрение там, где в общих чертах это регламент, регламент устанавливает какие-то определенные параметры, как это происходит, и дальше подключается уже местный компетентный орган. А как будут проводиться проверки? После выступления в силу этого регламента повалено все фирмы, предприятия, которые защищаются обработкой данных, это коснется? Или в случае жалобы, выборочно? Вообще регламент устанавливает, как и в случае какой-то жалобы, определенно большого нарушения. Конечно, это так и будет, и будут проверки. И, комментируя предыдущий вопрос, регламент устанавливает, что можно пожаловаться как в инспекцию данных, так и в суд, поэтому это два вида, куда ты можешь, как бы и субъект может пожаловаться. Точнее, наверное, этот вопрос скорее ответит государственная инспекция данных, как это будет проводиться, но вообще, насколько информация распространена, что да, проверки, и проверки эти разрешены регламентом в каких-то случаях, конечно. Может быть, тогда несколько слов, действительно, чтобы нашим радиослушателям было понятно. Все-таки, вот вступление этого, вот этого нового, я бы так сказал, порядка защиты персональных данных, что вот такое принципиально изменилось, на что вы, как юрист, всем советуете обратить внимание, не знаю, юридическим лицам, и даже, может быть, физическим, в отличие от того, что вот было до 25-го числа? Ну, такие самые крупные изменения, это, естественно, трек с территориальностью, так регламент, естественно, теперь относится на все третьи страны, естественно, если есть какие-то партнеры у компании, то тут уже надо смотреть, какие данные кому ты отдаешь, зачем отдаешь, плюс регламент устанавливает обязательные письменные отношения, то есть это договор, то есть просто так уже куда-то переслать, потому что мы работаем, это как бы считается нарушением, во-первых, это необходим договор, во-вторых, перед заключением договора это следует изучить, этого партнера, то есть просто так теперь понадеяться и отослать данные регламенту как бы нельзя, ты должен убедиться в том, что твой партнер или, ну, если мы говорим про, скажем так, про предпринимательство, если это в случае субъекта данных, это физическое лицо, то и физическое лицо должно убедиться, что данные, которые она отдает кому-то, на самом деле в надежные руки уходят. То есть мы должны интересоваться кому и зачем у нас спрашивают? Да, обязательно, потому что, к сожалению, на данный момент, ну, разные, конечно, восприятия регламента и субъекты данных, в принципе, и радуются, и не радуются, но в основном воспринимают регламент как обязательство уже каких-то компаний, но никто не подчеркивает то, что и субъектов данных, нас как людей ежедневно, есть обязательство, конечно, смотреть, куда мы эти данные рассылаем, То есть нельзя просто так публиковать, рассылать, а потом кого-то винить, что кто-то это взял А если мы говорим о каких-то будничных вещах, допустим, не знаю, карты клиента там, Максима, Римми, когда вам предлагают заполнить анкету, допустим, приобрести такие предложения, ну, или другие акционные карты? Ну, в общих чертах, наверное, скажу так, что если данная компания может обосновать, почему ей необходимы эти данные, то есть взамен на что-то, ну, допустим, те же компании, как вы говорите, Римми, не будем, конечно, углубляться в конкретных представителей, но все, все, абсолютно все, которые предлагают компании какие-то карточки клиентов, каждый старается объяснить, почему ему это надо Ну, последний со мной был случай, когда мне просто объяснили, что, ну, вот карты клиента, скидки будут только, если вы согласитесь, что мы будем присылать коммерческие предложения, то есть, ну, сообщения какие-то, имейлы Ну, тут уже выбор как бы за субъектом, он хочет или не хочет эту скидку и что взамен дать И это еще, скажем так, ну, посмотрим, как это будет работать, потому что нигде как бы не установлено, вроде как согласие должно быть четким, информированным и свободным Но как воспримется именно вот это предложение за что-то, насколько это свободно, ну, я пока не надо как бы воспринимать это по-другому Мне просто как бы интересно, как это будет как бы как свободное согласие или кто-то может это повернуть и по-другому посмотреть, что где же оно свободно, если тебе только взамен предлагают Да, ну, вот мы знаем, что у всех участников дорожного движения есть, они обязаны соблюдать соответствующие правила дорожного движения, да, есть закон о дорожном движении, вот вся иерархия правовая есть Понятно, какая будет ответственность, если человек не соблюдает, там, не знаю, скоростной режим, к примеру, да Вот если физическое лицо, мы к юридическому, может быть, еще вернемся во второй части, нарушил эту регулу, вот не соблюдал то, что вы сейчас только что сказали Ему какое за это наказание полагается? Тут надо как бы смотреть, за что именно, если это физическое лицо обрабатывало и распространяло данные другого физического лица, то его это тоже регламент касается То есть физическое лицо не касается регламент тогда, когда эта обработка, как бы, пользование информации проходит в условиях, как бы, его, ну, ежедневной жизни, то есть не для каких-либо целей, для себя только Но как только, допустим, там, субъект А взял данные субъекта Б и разнес на весь Фейсбук и на все социальные сети, и как там что-то злословил, то, естественно, то эти какие-то штрафы, ну, не то чтобы какие-то, в принципе, вся ответственность, которая установлена регламентом, относится и к лицу Ну, физическое лицо может быть признано виновным только в случае жалобы, ведь госинспекция не может полностью мониторить все, там, социальные сети Конечно Конечно, конечно Ну, в принципе, даже, как бы, и компании, конечно, самые, наверное, рискованные какие-то индустрии, ну, если такие проверки, как бы, начнутся, то, конечно, начнут с самых рискованных, все финансовые секторы, потому что самые большие нарушения происходят по количеству именно в секторе финансовом по кибернападениям и краже данных То есть этот сектор, конечно, тяжелее выследить субъектов физических лиц Да, Марина Кургалова, у нас в студии, юрист, я вижу, что есть звонки, переверемся ненадолго, новую серию рекламы, во второй части продолжим Микс Ньюс Продолжаем наше утро, у нас в гостях, я напомню, сегодня юрист Марина Кургалова, и мы сегодня разговариваем, говорим о новой норме общей защиты данных ЕС Ну, прежде всего, наверное, надо для слушателей, может быть, пояснить, что считается данными, да, это непривычные наши... Что считается личные данные, да Да, не только персональный код, имя, фамилия Да, данные – это не только персональный код, имя, фамилия, это, в принципе, любые данные, которые помогают идентифицировать конкретного человека То есть это может быть все что угодно И, ну, это даже данные, если вы живете в маленьком городе, и все знают какое-то особенное имя, то все будут способны как бы идентифицировать, кто это Соответственно, просто какие-то даже приметы, и в каком-то определенных обстоятельствах, когда они позволяют идентифицировать, даже приметы будут считаться данными То есть все, что дает возможность идентифицировать и, соответственно, как бы распространить, то есть, ну, то есть данные конкретном человеке уже будет как бы понятно, что это вот конкретный человек и данные распространяются Вот тогда все-таки надо что-то пояснить, вот такие, не знаю, бытовые ситуации, чтобы люди понимали, да Там, не знаю, мы знаем, что это сейчас очень распространено Вот есть видеокамеры, да, ну, особенно в Риге их очень много Есть они, вернее, на каких-то общественных зданиях, понятно, что на посольствах Ну, есть и много частных домов, которые тоже вжены видеокамерами, да Происходит видеонаблюдение, по существу, получается, за прохожими тоже, не только за теми, кто там, не знаю, пытается залезть на этот забор Вот владельцы вот этого, которые осуществляют видеонаблюдение, должны получать какое-то специальное разрешение Вот они снимают видеосъемку Какая у них ответственность, кроме того, что если они повесят, не знаю, эту табличку со знаком видеокамеры? Ну, начнем с того, что, как бы, наблюдение за своей территорией вести можно Единственное, как это делать, есть регламентом установлены определенные требования к этому Скажем так, собирать данные этой камеры можно ровно столько, сколько, как бы, тебе надо То есть, если ты устанавливаешь камеру для, как бы, для контроля, для безопасности своей территории Надо смотреть, чтобы эта камера не снимала всех соседей, улицу И, соответственно, если эта улица, допустим, какая-то очень общественная То сколько там может, как бы, пройти человек Это все, это все данные, данные, данные Соответственно, камеры устанавливают так, чтобы, ну, по максимуму собирались только, как бы, данные, которые, как бы, тебе нужны То есть, наверное, это вход какой-то, да, и твоя территория Соответственно Дальше так К камерам относятся такой принцип То есть, все начинается с цели Для чего эту камеру установили? Допустим, ее установили именно для того, чтобы идентифицировать лиц Если вдруг какие-то товары, еще что-то Значит, у камеры должно быть разрешение настолько хорошее, чтобы вы могли идентифицировать это лицо точно То есть, без каких-то, ну, искажений, чтобы вы точно могли Если мутный силуэт, то ничего тут не получится То есть, камера, которая мутная, но в то же время установлена для того, чтобы идентифицировать лицо И вроде как даже немного идентифицируют Вот такая камера считается нарушением Если у вас камера, если вам наблюдение надо не для идентификации лиц Допустим, ну, какие-то случаи есть, когда считают просто какую-то пропускаемость людей через какую-то определенную улицу, допустим Там идентификация не нужна, она просто как бы как объекты надо посчитать Насколько разрешения не может То есть, там как раз-таки тогда нельзя это разрешение Потому что вы эту камеру как бы не для идентификации используете Просто для подсчета людей, которые там проходят То есть, все начинается с цели А если говорить, да, допустим, о журналистах, о фото-журналистах Может ли человек, журналист в данном случае, допустим, гуляя по парку, зафиксировать Ну, это вроде публичное место, целующуюся пару А потом, допустим, использовать этот материал в сопровождении там Ну, нет, конечно Не может Ну, журналист Без согласия, да? Во-первых, без согласия Во-вторых, просто так в личную жизнь внедряться, а потом публиковать Ну, это же общественное место Допустим, это парк, там, центр города Но это не общественные интересы, скажем так Если это, если что-то, ну, в принципе, основное правило Что-то в общественных интересах происходит Что, допустим, берем какие-то данные и публикуем Ну, какие-то определенные действия Не обязательно со стороны журналистов Конечно, могут быть как бы на основании этих общественных интересов Касаемо журналистов Это, конечно, отдельные статьи-регламенты Надо смотреть, наверное, подробнее Что вы можете, что не можете Но, конечно, какие-то субъекты данных Которых журналисты могут спокойно собирать, публиковать Опять-таки, принимая во внимание Насколько это в интересах общества И, ну, не собрали ли за много И не сделали, не опубликовали ли за много Уже вторжение в личную жизнь произошло Там, конечно, надо будет зашивать Это, может быть, такой банальный вопрос Но, тем не менее У нас, по крайней мере, до недавнего времени Было такое понятие публичная персона Мы имели в виду не в смысле Что надо заползать к нему в спальню Но имелось в виду, что есть публичная персона Вот, не знаю, депутат или министр Он на мероприятии Судя по всему, на официально будем так говорить На мероприятии, не знаю, пригубил бокал вина Его фотограф сфотографировал И поместил фотографию Там, не знаю, на сайте, там, в журнале И так далее, так далее Что теперь? Публичная персона скажет Я хоть и публичная персона Но я извиняюсь, я вам не давал право снимать Не знаю, как я пью, так сказать, вино Или вот как господина Ну, это то, как раз, о чем я и говорила То есть, да, какие-то политические представители Какие-то общественные деятели, конечно Да, можно снимать до момента Пока, еще раз говорю, это как бы Будет считаться уже сильным вторжением в личную жизнь То есть, есть инциденты, когда Конкретно же было установлено Что это было немного, как бы, ну Перебор, да? Перебор, потому что это Где там интерес общества? В чем они? Ну, что именно общество должно было узнать? Как бы с того, что, допустим, он пригубил Ну, где тут интерес, как бы? То есть, всегда будет такое Оценка баланса, как бы, интересов Но на самом деле это было настолько важно Сколько, как бы, распространили Нет, ну, был у нас, по-моему, да, пару лет тому назад Был такой интересный скандал Депутат Сейма, находясь, как бы, в нетрезвом виде Устроил дебош, в том числе, вот, там, прямо в карете Скорой помощи, да, там были видеокадры помещены, да После этого он там сложил, естественно, депутатский Мандат и так далее Теперь по этой, я так понимаю, в соответствии с этим регламентом Этого делать нельзя То есть, нельзя выкладывать эту запись Где он буянил, и общество не узнает Что депутат Сейма побил, там, врача скорой помощи Ну, как? Это его личное пространство Он скажет, а я был болен, я вообще не был пьян Докажите И тут, как бы, это уже дело суда и органа Которые оценивают, где превышили те интересы Его лично, как лица И насколько ему, наверное, там будут оцениваться Такие критерии, как насколько ему был какой-то удар Скажем так, по репутации, да, еще что-то И интересы общества, насколько это, как бы, коррелирует между собой Это, ну, там много будет деталей В данном случае тяжело сказать, конечно А удалось ли вообще, ну, понять вам все-таки Вот, исходя из этого, вот, там, регламента или регулы Все-таки, какова была эта цель? Потому что, ну, и до сих пор Какие-то определенные защиты личных данных происходят Нельзя сказать, что мы жили в вакууме У нас никогда не было защиты личных данных И вдруг, вот, на нас это свалилось Ну, скажем так Как директива работала Как бы мы сейчас можем говорить, что она работала Мы все делали Но на деле ни одно предприятие Ну, я не буду говорить ни одно Конечно, большие корпорации все-таки старались Ни один человек не задумался о том, что он делает И никто не думал, что такое защита данных В принципе Регламент поэтому и произошел Потому что, во-первых, директива принималась совершенно в другом мире Это был 95-й год Когда данные были Сколько их там количества было Сейчас данные – это, в принципе, топливо для любого предприятия Которое предлагает какой-то продукт или услуги И, в принципе, то, что результаты какого-то опроса И в контексте также GDPR Ready, который продукт Мы предлагаем вместе с Арайненом Были проведены какие-то опросы Где было четко видно Насколько люди понимают, что такое данные И большая часть вообще путает, что такое данные Считает, что телефон друга данные На него распространяется регламент Нет, не распространяется регламент Путают, что, допустим, персональный код Или данные карточки – это чувствительные данные И это нечувствительные данные У нас понятия, что такое данные, в принципе, нет А что это чувствительные данные? Совсем уж такие Чувствительные, кстати, то, что как раз-таки чувствительные Как, допустим, какие-то Какое-то участие в политических партиях Или... Ну, в регуле перечислены все эти данные Там какие-то генетические, биометрические данные То есть, понятия, что как раз-таки Вот это были чувствительные данные Как показывает опрос К сожалению, нету Вот интересно До вступления СИУ Вот то, что вы сказали, очень важно Потому что до вступления вот этого регламента в СИУ Это было где-то месяц тому назад Один портал, не буду его рекламировать Регулярно публиковал списки членов партии Всех латвийских С фамилией, имени Ну, там, по-моему, не было персонального кода Но фамилия и имя была Получается, что сейчас этого делать нельзя Вот просто так для любопытных Почитать, что там, не знаю, Иванов, Петров, Калныч состоит в такой-то партии Ну, да, получается, что да А почему нельзя, если партия, в принципе, это... Публичная? Ну, конечно, да Она же как раз-таки создается для того, чтобы действовать во благо общества Общество имеет право знать, кто действует по их интересам Опять-таки говорю Опять начинается оценка баланса интересов Да, с одной стороны, это как бы публичная партия И информация доступна С другой стороны, в каких целях он этой информацией пользовался Что он с ней, это человек, дел, который распространял, собирал Ну, разные аспекты Клевета, какие-то злонамеренные действия Ну, там много очень деталей, которые будут оцениваться Да, вот такой вопрос может быть очень практический Я думаю, все мы сталкивались с такой ситуацией Когда звонок, да, и говорит Я там работник такой-то фирмы Вот там, не знаю, вы играете на бирже? Да, так сказать, и так далее Ну, очевидно, что там кто-то дал номер Или случайный набор То есть они имени человека не знают, которому они звонят Да Что теперь? Это вторжение вообще в частную жизнь? Или это регулы, если он не называет вас по имени и фамилии Вы такой-то, такой-то просто звонят И начинают какие-то рекламные вещи предлагать? Ну, установлено пока что Ну, и местным законом работает закон Который говорит, как коммерческие предложения В принципе, наказуемо, когда их свыше десяти в год И когда человек, как бы, не желал получать А все еще навязываются, да? Тогда есть у субъекта право появляется пожаловаться на то, что его... Даже если просто звонит, да? Ну, да, даже если просто звонит Во-вторых, регламент устанавливается, как бы, как Когда ты связываешься с клиентом Ты должен у него сразу получить согласие, что да, как бы он согласен Что ты и дальше будешь ему звонить И какие-то выражать коммерческие предложения? И в случае, если у вас контакт получили от другого лица И звоните, вы должны сообщить, от кого вы получили эти данные Почему звоните и согласен ли субъект? Да, вот 612-939 Одевайте, пожалуйста, наушники Есть звонок Доброе утро, слушаем вас, пожалуйста Я играю на бирже Ну, цель, в общем-то, не этого звонка По поводу, играя вот этих вот звонков Играя на бирже В основном совершаются они из офшоров Поэтому это все недоказуемо Что касается всех этих законов, которые принимаются Они, конечно, это все очень хорошо Проблема в том, что это законы для богатых Человек со средним достатком не может себе позволить Судиться там с кем-то Ни в государстве, ни в Европейском Союзе Я сейчас столкнулся с оскорблениями публичными В социальной сети Многочисленные жалобы на автора Никакой реакции в социальная сеть Вообще ноль То есть клевета Ну, там все, целый набор преступлений Полиция этим не будет заниматься У полицейского по 150-200 дел В рассмотрении она будет сливать Идите в гражданский суд В гражданский суд начинаются процедуры На имя юриста, на имя пошлины И практически человек со средним достатком А я человек со средним достатком Стоит перед выбором Либо потеряй кучу времени, денег и нервов С непонятным результатом Либо оставь все как есть И просто не связывайся Поэтому это все хорошо Но это законы для богатых 90% населения Эти законы и их применение недоступны К сожалению Спасибо Спасибо большое Ну, вот такое мнение есть Да, вот Как бы вы это прокомментировали? Ну, я прокомментировала Вот именно так Как я до этого говорила Директива работала Но плохо работала Регламент будет работать лучше Будем смотреть Да, вот о физических лицах Допустим О публичных персонах Мы уже говорили Как будет применяться В отношении их Допустим Закон защиты данных Допустим Если обычный человек Посещает публичное место Будь то концерт Будь то какую-то выставку И молодые люди Ну и в принципе Не молодые А все часто делают селфи Фотографируются И в кадр попадают Другие люди Которые Ну, не обязательно их знакомые Да Эти фотографии попадают в сеть И если лица Других незнакомых людей Отчетливо видны То есть Сейчас это Скажем так Неправильная практика Мы должны этого исключать Ну, опять-таки Возвращаемся к тому Как работает регламент Если что-то происходит В ходе какой-то Вашей ежедневной жизни Для каких-то целей Там регламент Как бы Не включается Есть также статья Которая говорит Что Нерегулярный сбор Каких-то данных И нерегулярная обработка Как бы Ну, тоже И регламент Еще не включает Свою Как бы Силу В данном котексте Посоветовала бы Наверное Тем, кто делает Очень много селфи Очень много публикует Во-первых Подумать о том Насколько У вас ограниченный профиль На фейсбуке Потому что И такие моменты Будут расцениваться Если у вас публично Доступен всему миру И вы делаете Просто увы Селфи И выставляете На фейсбук Ну, наверное Вы все-таки Немножечко Как говорится Перебарщиваете Да, конечно Надо немного посмотреть Насколько у вас Заблокированы Ваши в таком случае Уже профили Кто имеет доступ В принципе Вот в понимании Вот этого регламента И этой регламы Все-таки Вот не знаю Социальные сети Там Ну, в частности Фейсбук Это вообще Личное пространство Или не личное То есть Я к чему говорю Что если Там, не знаю Человек что-то делает Не будем уточнять Что-то на улице А не у себя дома Что в принципе Должен делать у себя дома Да То за некоторые действия Как мы знаем Примеры Там у памятника Ну, простите Что я так утрирую И еще что-то Предусмотрено Соответственно Ответственность То есть В принципе Человек понимает Что он делает Должен делать дома Или там Не знаю Предусмотрено для этого Там Общественных местах Или Что он должен делать Вот на улице Да Вот где Заканчивается Вот это вот Личное пространство Это Есть такое понимание? Не, ну Скажем так До этого Соцсети Был такой вопрос Который постоянно С всех сторон Рассматривался Не было понятия Считается, что Сейчас как бы так Что регламентом уже Социальные сети Это как уже все-таки Как твоя Публичная, да? Нет, это как-то В ходе Твоей ежедневной Личной жизни Как бы Соцсети Это уже Не какая-то Некоммерческая сторона Где обработка данных Это все-таки Будет считаться Твой социальный профиль Как твое личное пространство Если говорить о размерах Штрафа За невыполнение Несоблюдение Вот этих вот Новых Общих Норм О защите данных То Скажем так Не может ли Это рассматриваться Как дополнительная Статья прибыли Допустим В бюджет Страны Потому что Вот Если я все правильно поняла То размеры штрафа Они Удивляют И достигают Аж 4% От годового оборота Предприятия Мирового Годового оборота Предприятия Мирового Да То есть Если у предприятия У группы предприятия Много каких-то филиалов То С оборота Мирового именно Но это же Все равно Значительные суммы Если будет Зафиксировано Нарушение В ходе проверок Да конечно Но не делается ли Сначала предупреждение Или вот сразу Вы допустим Не соблюдали Ну инспекция данных Как бы сразу Всех наказывать не будет Как бы прозвучала уже Информация Что сначала Конечно Это будут разговаривать От представителей Министерства юстиции Конечно Прозвучало Что сначала будут Предупреждать Разговаривать Потом наказывать К самому бюджету Провергло также Министерство Что это все миф Что ничего Не забюджетировано Но наверное Все таки Надо вернуться к тому Что да Все страшно Штрафы страшны Разрешение получать Надо страшно Но возвращаемся К тому Что если мы Говорим о предприятиях Если предприятие Изначально Позаботилось Об То что регламент Обязательно Накладывает Как IT системы Так и документы Так и юридическая сторона Если предприятие Позаботилось О двух этих компонентах Навело порядок И в IT системах Посмотрело Куда что Держится Кому что Подготовило Все необходимые документы То в принципе Если предприятие Выполнило все Что просит регламент Это не так тяжело На самом деле То наверное Бояться штрафов Сильно как бы Ну так сильно Не стоит Если ты как бы Сделал все Что ты мог сделать Спасибо большое Вот так вот На все время Быстро подошло К концу Это первая часть Юрист Марина Кургалова У нас была в студии Может быть буквально Последняя ремарка Ваш такой прогноз Все таки Как вы думаете Вот не знаю К вам как юристу Ваша компания Будет обращаться За консультацией Скажем так Те кто стали жертвами Вот Вот это Если так можно сказать Вот Их личные данные Как-то использовали Плохо Или наоборот Те кто пострадали От этой новой регулы Потому что они Недостаточно тщательно Вот К защите личных данных Относились Из опыта Из тенденции Конечно К компании Просто массово Естественно Обращаются Для того чтобы Как свою IT-систему Как я уже упомянула Как-то ее упорядочить Потому что мы Производим такой IT-аудит Когда смотрим Все которые Компьютеры есть На фирме Смотрим IT-риски IT-риски У нас с анкетами Мы задаем вопросы Что как бы По IT-системам именно И также Мы работаем Вместе с юридическими Компаниями Которые как сарайные Допустим Которые Осуществляют юридические Уже со стороны аудит И смотрят уже документально Какие необходимы документы Что не так в процессах То есть подготавливают Упаковывают предприятия А дальше уже предприятие Имеет как бы свои рельсы Просто надо соблюдать Спасибо большое Не переключайтесь Небольшая пауза Как обычно Новости рекламы Субтитры сделал DimaTorzok